Новая реальность меняет язык общения. В автомобильном сегменте термином года однозначно стал параллельный импорт. Возвращение этого понятия оказалось настолько неожиданным, что, например, в рыночной аналитике везенные таким образом машины выделяют в абсурдную категорию – автомобили с пробегом до 100 километров. То есть они одновременно и новые, и поддержанные. Тем не менее термин прижился, потому что само явление развивается. Параллельный импорт начал работать. Очень пока маленькие цифры, но при этом видно, что модельный ряд очень сильно растет. Сейчас повезли не совсем те, которые были на российском рынке. Много моделей, которые до этого продавались на китайском рынке. Именно из Китая повезли реально бренды Тойоту, Фольксваген, Мазду, Митсубиси и так далее. То есть производство Китая. Сейчас у дилеров появилась возможность привозить бюджетные автомобили, которые производятся для других регионов, например, для азиатских рынков, либо для центральноевропейских. И с учетом текущего курса валюты, эти автомобили по стоимости сопоставимы с теми, которые продавались здесь официально. Впрочем, по-настоящему дешевых автомобилей в рамках параллельного импорта завозить в Россию, скорее всего, не будут. На автомобили до миллиона рублей в них не вписывается полный цикл логистики, привоза, таможни и так далее. То есть это надо какие-то совсем дешевые автомобили брать. Это только пробег. И то даже в пробеге очень сложно привезти что-то до миллиона рублей. То есть средний ценовой диапазон привоза автомобилей где-то от двух до четырех миллионов, наверное. В большинстве случаев усложнение бизнес-процессов неизбежно приводит к росту конечной цены. Хоть подорожание и не такое драматичное, как на пике весенней паники. Был, конечно же, большой скачок первоначально. Сейчас немножко цена отыграла вниз. Но если в целом смотреть год к году, то, наверное, процентов на 35 точно автомобили стали выше по цене. Доступность модельного ряда стала немножко скромнее. Сроки, конечно же, увеличились. Но мы стараемся сделать так, чтобы для нашего клиента это было наименее заметно. Параллельный импорт пока не может заместить сотни тысяч машин, которые возили официальные импортеры. Мы считаем, что это до 100 тысяч автомобилей будет в следующем году по параллельному импорту. Пока мы не видим, что будет больше. Понятно, что автопарк в России в обозримом будущем ощутимо изменится. И на дорогах начнут встречаться модели, которые прежде в нашей стране не продавали.